Хорошо, цены на нефть будут падать дальше? Цены на нефть не имеют никакого отношения к санкциям, как мы прекрасно понимаем. Цены на нефть являются результатом изменения, просто макроизменения баланса между спросом и предложением на мировом рынке. Это результат многолетних, в течение 10-12 лет, колоссальных инвестиций в добычу нефти, осуществленных по всему миру, в частности в Соединенных Штатах Америки и Канаде. Да, там принимали решения американцы, но не администрация к Обамы, а многие из них вопреки намерениям Обамы, в том числе в тех местах, где Обама не хотел, чтобы добывалось. Кроме этого, увеличена добыча нефти в Ливии, в Ираке, в некоторых других местах. Одновременно с этим Европа находится в экономической стагнации, а Китай замедлил экономический рост. Классика соотношения спроса и предложений. Пока такая ситуация соблюдается, цены на нефть будут иметь слабую тенденцию к снижению. До 40 может упасть нефть? Может. У нас цены на нефть были в течение предыдущих 140 лет. Средняя цена в ценах 2002 года 17 долларов. Сейчас просто с учетом... При Ельцине 7, мы помним, 20. Семи, строго говоря, она не была. Это была, может быть, российская нефть, а на мировых рынках она была немного повыше и в течение очень короткого периода времени. Но вот средняя цена за весь период добычи нефти с 60-х годов XIX века, но в настоящее время это будет, может быть, чуть выше 20 долларов.